Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами несколько раз возвращались к вопросам текущей экономической политики, говорили о среднесрочной перспективе. Мне, наверное, не нужно характеризовать то, что происходит на мировых рынках, на мировой экономике, как это отражается на нас. Не буду говорить обо всём комплексе причин, они все известны. Мы должны думать о том, что нам делать, как нам выстраивать свою политику. И, разумеется, мы должны и будем действовать в логике рыночной экономики, будем руководствоваться исключительно этими соображениями. Но прежде всего, чего бы мы ни делали и какие бы планы ни строили, мы должны, безусловно, обеспечить наши социальные обязательства, их выполнение обеспечить. И мы с вами знаем, что это всё абсолютно реализуемо, нет никаких сомнений в том, что мы это сделаем. Вместе с тем, выполняя социальные задачи, мы должны говорить и о том, что будем делать в соответствующих отраслях экономики, в экономике в целом, и сегодня, и на перспективу, имея в виду различные сценарии развития. Давайте поговорим об этом. И попросил бы начать нашу дискуссию Алексея Валентиновича Улюкаева, министра экономического развития. Мы с ним вчера уже предварительно обсуждали все эти темы. Пожалуйста, Алексей Валентинович. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Ситуация начала года характеризуется, с одной стороны, сохранением большинства факторов риска, которые сомнировались в прошлом году. Это низкая конъюнктура мировых товарных рынков, прежде всего, рынка нефти. В январе у нас средняя цена российской нефти – 47 с небольшим долларов за баррель. Сохранением внешних наведенных эффектов, санкционной системы, которая добавила сейчас риски, связанные с, с моей точки зрения, неправомерным, но, тем не менее, существенным снижением рейтингов, рейтинговыми агентствами. И сейчас речь идет о том, что участники рынка опасаются снижения рейтинга ниже инвестиционного. Это, безусловно, накладывает свой отпечаток на ситуацию на валютных рынках, в целом на финансовых рынках. С другой стороны, наметились элементы некоторой стабилизации ситуации, наверное, которые связаны как с адаптивными возможностями российской экономики, так с теми действиями, которые проводит Банк России и правительство Российской Федерации. Я имею в виду то, что стабилизировались в основном ставки денежного рынка, и они группируются вокруг ключевой ставки Банка России. Это означает, что трансмиссионный механизм работает в денежно-кредитной политике. Стабилизировались депозитные ставки, они даже немного уменьшились в январе относительно декабря. Фондовый и облигационный рынок, рынок корпоративных бандов и ценных бумаг также стабилизировался. Похоже, что основные риски, с которыми мы столкнулись в 2014 году, в основном материализовались. Но, к сожалению, эта стабилизация происходит на том уровне, на том фоне, который, конечно же, весьма негативен и некомфортен как для российских производителей, так и для населения, для социальной сферы. И, прежде всего, это сказывается в ценовом фоне. Высокий уровень инфляции по итогам прошлого года – это 11,4%. На сегодняшнюю дату, к соответствующей дате прошлого года, это 12% роста. И прогноз до конца текущего месяца – это выход на 13% с небольшим процентом роста потребительских цен. Причем наиболее значимые для населения продовольственные цены растут еще более высокими темпами. За прошлый год – 15,4%. И сейчас на дату это больше 16% прирост этих продовольственных цен. Здесь комплекс факторов, связанных, с одной стороны, с изменением курсовых соотношений. Это импортное продовольствие, это в основном ассортимент овощной, фруктовый и мясной ассортимент. Но, кроме того, это воздействие и санкционного механизма, и механизма контрсанкций, и механизмов ажиотажного спроса, которые проявились в четвертом квартале прошлого года, которые привели к тому, что сильно подорожали, например, крупы – 30% рост, сахар – 25% рост, макаронные изделия, подсолнечное масло и так далее. Тем не менее, мы здесь видим элементы некоторой стабилизации ситуации. Мы считаем, что верхнюю точку инфляции индекса потребительских цен пройдет в этом квартале, в первом квартале текущего года, и по целому году снизится примерно до уровня прошлого года, что уже означает некоторое улучшение ситуации. Изменяется ситуация с точки зрения платежного баланса, изменение курсовых соотношений в этом смысле означает сокращение импорта и увеличение положительного сальда как торгового баланса, так и платежного баланса по счету текущих операций, который в прошлом году превысил 56 миллиардов долларов. С другой стороны, одновременно ситуация с капитальным счетом продолжила ухудшаться в конце прошлого года и сформировалась очень большая отрицательная сальда счета капитальных операций свыше 151 миллиарда долларов. Понятно, что частично это связано с активизацией валютного РПО, то есть кредитованием фактического банка России заемщика в сумме примерно 20 миллиардов, но остальное – это прямой отток. Правда, должен сказать, что одновременно происходило серьезное сокращение внешнего долга Российской Федерации, прежде всего корпоративного внешнего долга. Эти цифры сокращения внешнего долга – это 129 миллиардов. Мы понимаем, почему это произошло, потому что российские заемщики не могли рефинансировать свои долговые обязательства и нужно были обслуживать и погашать эти обязательства, прибегая к приобретению валют на внутреннем валютном рынке. Фактически произошло некоторое замещение, сокращение чистых иностранных активов регулятора и за счет этого увеличение чистых иностранных активов как банковской системы, так и нефинансового сектора, что позволяет добавить в целом в эту ситуацию устойчивости. Вот такая ситуация. Еще раз повторю, что похоже, что мы нащупали нижние границы тех рисков, с которыми столкнулись в конце прошлого года, проявляет себя стали адаптивные возможности российских предприятий и отраслей. Это вот тот сочетание вызовов того фона, на котором мы и формировали свое предложение по мерам стабилизации в социальной сфере, по мерам обеспечения экономического развития, которые мы внесли вчера в правительство. И сейчас мы готовы к тому, чтобы эти меры, обсудив, селектировав, начать реализовывать. Спасибо. Спасибо.